Геотекстиль. Характеристики и применение Для чего нужен геотекстиль? Этот вопрос волнует тех, у кого существует проблема создания дренажной системы на приусадебном участке. Вам очень повезло, если ваш дачный участок удачно расположен на сухом месте, в противном случае не избежать сооружения трудоемкой системы дренажа подземных вод. Вот тут и пригодится этот таинственный геотекстиль. Геотекстиль как используется? Изначально геотекстиль разрабатывали для использования в сфере дорожного строительства, но в настоящее время область его эффективного использования значительно расширилась. Его можно встретить при строительстве фундаментов, кровельных конструкций, в создании дренажа, в работах по мелиорации, в дизайне ландшафтов и различных видах благоустройства. Хотя материал внешне похож на ткань, это не тканый продукт. Делают геотекстиль из плотно переплетенных синтетических волокон. Для этой цели чаще всего используют полипропилен, полиэстер, полиэфиры и полиамиды. Полотно из этого материала способно хорошо пропускать воду, но задерживает в себе взвешенные частицы грунта. Физические свойства геотекстиля таковы, что он не подвержен перепадам температуры и может одинаково хорошо себя чувствовать при минус 60 и при плюс 110 градусах. Прочность материала такова, что его невозможно порвать даже при усилии в 600 нанометров для некоторых видов. Как и любой полимер, материал не подвержен естественному разложению. В смысле экологии он абсолютно безвреден, поэтому его можно безбоязненно использовать внутри почвенного покрова в качестве армирующего, фильтрующего или дренажного слоя. Наиболее известна в области водоотводящих систем дренажная труба 110 в фильтре геотекстиль. Геотекстиль использования в дорожном строительстве. При возникновении вопроса, что такое геотекстиль и как это используется, сразу же возникает образ строящейся автомагистрали. Дело в том, что особенности структуры этого материала не дают перемешивать с различным слоям основания из гравия и песка. Это повышает надежность подушки под асфальтом. Кроме того, обладая достаточной жесткостью, это волокно из полимеров способно равномерно распределять нагрузку от движущихся транспортных средств. Способность полотна к фильтрации твердых частиц позволяет при его использовании избежать преждевременного вымывания из дорожного полотна песка, гравия и цемента. Это предотвращает образование выбоин и провалов, что продлевает срок службы дороги в полтора раза, повышая экономическую рентабельность строительства. Геотекстиль и использование в обустройстве дачного участка. При формировании дачного участка и сооружении на нем различных водных объектов использование геотекстиля может оказаться очень востребованным. Пруды, бассейны и другие гидротехнические сооружения нуждаются в устройстве эффективной системы дренажа. Задерживая мелкодисперсные загрязнения, но прекрасно пропуская воду, полотно из геотекстиля призвано защищать гидроизоляционную пленку от различных повреждений механического характера. Зная, что это такое геотекстиль и как используется этот материал на практике, можно применять его для подавления избыточного роста растений. Для этого полотном закрывают те участки прибрежной зоны водоема, где озеленение нецелесообразно. Геотекстиль применение в домостроении. Так называемые инверсионные кровли предполагают их озеленение. Для создания защиты утеплителя от частиц почвы, геотекстильное полотно укладывают на гидроизоляцию между почвенным слоем и слоем водоотведения, чтобы они не смешивались. В этом случае зеленая крыша будет работать очень эффективно и долго. Наиболее плотное геоволокно часто используют для армирования основания под нанесение битума на мягкой кровли. При создании утепляющего слоя в полу из керамзита с помощью этого материала удается предотвращать загрязнение гранул раствором бетона. В этом случае слой из полотна служит для упрощения стяжки. Геотекстиль им укрепляют отстойники, укрепляют берега плотин и насыпей. Его можно встретить в дренажной системе подвалов. Если вы не хотите, чтобы деревья в вашем саду разрушили своими корнями дорожки, и используйте геотекстиль. Что такое геотекстиль и как это используется, мы разобрались. Теперь рассмотрим подробнее, какие виды геотекстиля существуют. Основные виды геотекстиля. Чаще всего геотекстиль принято подразделять на виды, исходя из способа его изготовления. Нетканые, которые могут быть термофиксированным, либо термоскрепленным. Простой нетканный геотекстиль очень эластичный, поэтому способен вытягиваться достаточно сильно. Его рекомендуют использовать в местах с небольшой нагрузкой, например, на садовых дорожках. Термофиксированный тип этого материала при нагревании и прокатывании через валики значительно упрочнели. Это самый тонкий из всех видов, но у него наименьшая пропускная способность для воды. Термоскрепленный нетканный геотекстиль изготавливается из расплавленной массы волокон. Поэтому он самый прочный и упругий при сохранении отличных фильтрационных свойств. Тканный тип геотекстиля делают путем скрепления волокон между собой. Это делает его очень прочным на разрыв. Кроме того, плетение может отличаться по плотности. Это обстоятельство благоприятствует частому применению этого материала в дизайне ландшафтов. Вязанный геотекстиль создается путем связки нити-петлями, что не способствует прочности на разрыв. Плюс у него один – низкая стоимость. Весь имеющийся ассортимент геотекстиля обладает толщиной от 1 до 3 мм и продается рулонами. Длина бывает 100-350 метров. Ширина варьируется от 1,6 до 6 метров. Такой важный показатель, как плотность, составляет 80-600 грамм на метр квадратный. Этот показатель является определяющим при решении вопроса, как выбрать геотекстиль для дренажа. Ведь для этой цели подходят только полотна с плотностью 150-200 грамм на метр квадратный. Как выбрать геотекстиль для дренажа? Если с плотностью все так однозначно, то как быть с другими параметрами? Понятно, что использовать полотно с натуральными волокнами для дренажных систем недопустимо. Какой геотекстиль выбрать, определяет материал, из которого устроена дренажная система. Специалисты считают, что для гравийной смеси лучше всего подходит термоскрепленный геотекстиль. Система из геокомпозитных матов позволяет без опаски применять иглопробивное полотно, относящееся к нетканым видам. В водоотводящие траншеи лучше всего укладывать 110-ю дренажную трубу в фильтре геотекстиль. Она обеспечит наиболее эффективную фильтрацию и отвод подземных вод от участка. Для правильного выбора геоткани необходимо знать свойства грунта на вашем участке. От этого зависит то, какая плотность вам подойдет. После этого определяемся, из какого материала будет изготовлен дренаж. В зависимости от принятого решения выбираем тип материала по способу изготовления. Окончательный выбор нужно делать в самом магазине, где вам представят несколько подходящих для вас вариантов. Нужно будет учесть популярность производителя и его репутацию, а также известность марки. Необходимо тщательно взвесить все данные, прежде чем окончательно выбрать геотекстиль для дренажа. Как это делается, было уже ранее изложено. Главное, учесть несколько нюансов при самой укладке полотна. Нюансы, которые нужно учитывать при укладке геотекстиля для дренажных работ. Любая дренажная система способна работать правильно только при выполнении следующих важных правил. Устраивать дренаж нужно с уклоном. Закрывать геотекстилем дренажную систему нужно с нахлестом в 100 мм, а на сложных почвах до 500 мм. После окончания обертывания края полотна надо сшивать или сваривать. Сверху на геоткань устраивают песчаный слой до засыпки грунтом. Дренажная система, устроенная в переувлажненной почве, не всегда способна справиться с нагрузкой. В этом случае в качестве дренажа рекомендуется укладывать дренажные 110 трубы в фильтре геотекстиль. Применение такого материала, как геотекстиль в дренажных системах позволяет прекрасно сэкономить щебень. Он будет меньше подвергаться засорению почвы и сохранит свои дренажные качества. Перфорированные трубы, обернутые полотном, не засорятся. Грунт будет укрепляться без вреда для себя. Все это реально при правильном выборе плотности полотна. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще! Субтитры сделал DimaTorzok